Радио 54 Первое. Областное радио Первое. Областное радио Первое место силы наше, место единения. И я видела, что вся наша команда, все ребята, они прикладывали все усилия для того, чтобы этот сезон завершающий был победным. Собственно, это случилось. Конечно, не так, как нам бы хотелось. Ребята приложили все усилия для того, чтобы завоевать возможность проведения финала шести в своих стенах. Вот. Но для нас это было бы, конечно, красивым завершением истории определенной. Теперь мы пишем, собственно, новую историю. Для нас переезд в новый дом, ребрендинг, смена абсолютно всего. У нас абсолютно все новое. Это попытка написать новую историю. Ну, давайте тогда в красках. Что изменили? Цвета? Логотипы? Что поменялось? Ну, во-первых, сама команда немного обновилась. Она омолодилась. У нас сейчас много молодых амбициозных игроков, которые будут стремиться к тому, чтобы показать себя, принести славу команде. У нас обновился сайт. У нас новый логотип, включающий сублоготип. У нас теперь два леттеринга. Это прописные названия локомотива. У нас новый спортивный директор. Это правда. Причем, да, с очень интересной историей для перехода в должность директора. Об этом поговорим. И даже больше такой секрет раскрою. Наши преданные болельщики наверняка будут удивлены тому, в каком образе предстанет наш клубный талисман Лосяша, о котором, кстати, вы сегодня в эфире уже говорили. Так, это уже интересно. У него новый образ. И мы подробнее об этом расскажем в конце недели, но ваши слушатели об этом узнают уже сегодня. Анастасия, а вот у волейболистов, вообще волейболисты люди суеверные, нет? У них есть какие-то, может быть, традиции или ритуалы при переезде в новый дом, как вы сказали? Что-то совершается? Основные, наверное, ритуалы, связанные с выходом на площадку во время игры. С переездом пока не знаю. Вот думаем, кого запускать мы будем в новый дом. Лосяша первого нет. Не туда, да? Мы пока думаем об этом, да. Вы уже сказали о новом волейбольном центре. Это, конечно, большая гордость для нашего региона, появление вот такого объекта. Николай, вы же видели, вы же были. Вот можно какую-то небольшую, может быть, виртуальную экскурсию для наших слушателей? Что там внутри? Как там? Потому что мы-то собственными глазами еще далеко не сходишь. Ну, глазами-то нет, мы глазами только журналистов это видели, да? Ну, да, да. Николай, может быть, вот рассекретите, как там все сейчас? Как дела? Как внутри? Сейчас еще идет работа, потому что не все сделано, не все доведено до конца. Но я вам открою такой маленький секрет. Арена готова. Это главное, это основное. Мы видели какое-то пестрое там покрытие такое. Это игра со светом. Ага. Потому что там установлены сейчас на данный момент самые передовые технологии света, музыки и всего, что может улучшить игру и зрелищность. Зрелищность, восприятие этого действия. И это все готово. Но не готовы самые маленькие там мелочи, это раздевалки, это сейчас оборудование еще просто не приехало. И поэтому на данный момент мы не сможем там тренироваться. Да. В первых числах сентября мы надеемся, что все поставится, все оборудование будет уже непосредственно в центре волейбола. И мы начнем там тренироваться. Так как у нас в середине сентября начинается первый этап Кубка. Мы еще пока не понимаем, будет ли это матч со зрителями или без. Потому что, сами знаете, какая сейчас обстановка у нас в регионах. Мы непредсказуемы абсолютно. Горизонт планирования все меньше и меньше с каждым днем. Да. Каждую неделю мы ждем этого. И каждый день какие-то новинки и какие-то регламенты меняются. Сейчас, насколько мне известно, в некоторых регионах разрешены присутствие зрителей. 10% от вместительности зала. В некоторых регионах до 50%. Мы надеемся, что у нас тоже какие-то меры будут приняты и нам все-таки разрешат что-то. У нас есть сообщение от слушателя. Предлагают, чтобы игроки клуба встречались с детьми, которые учатся в спортивных школах в отдаленных районах области. Вот мы, например, живем 500 километров от Новосибирска. Для наших ребятишек было бы большой радостью встретиться с такими титуловыми спортсменами. Планируете ли практиковать что-то подобное? Я готов приехать. Вы знаете, там только осторожнее нужно, потому что там кормят так, что... Ничего страшного, я приеду со своим, но на самом деле мы этим занимаемся. Мы встречаемся с ребятами даже в средних школах. Некоторых просят прийти, провести урок физкультуры. Не только для волейболистов, но и для обычных школьников. Напишите, пожалуйста, подробности, где вы находитесь. Я уделю время и обещаю вот сейчас в эфире прям, что готов приехать. Прекрасно, это отличные новости. Командные виды спорта всегда должны отличаться единением. Единение происходит не только на площадке, на тренировке, но и в жизни. Ведь когда разобщенность идет в команде, результат, как правило, проходит мимо этого всего. А когда люди понимают, что без помощи партнера ты не сможешь добиться, можешь быть лучшим в мире, но один. А медали выигрывают и побеждают в чемпионатах команды. И, наверное, это самое важное. То, что мы стали командой, и мы пытаемся развиваться и хотим делать мир лучше. Вот это, кстати. А вот эти командные отношения, они за рамками площадки заканчиваются или нет? Или вы так же дружите? Пополезь уже. Хотят и заканчиваются. Правильно. Хотят и нет. Правильный вопрос. Правильный вопрос. Нет, они не заканчиваются. Это хорошо, да. Общаются не только игроки, общаются жены, ходят на день рождения дети друг к другу. Понятно, определенного возраста, потому что у некоторых дети 14 лет, у кого-то только родились. Но общаются. И общаются достаточно неплохо. И это очень радует. Мы сегодня немного поговорили о суеверии, а Анастасия не стала сдавать своих жизненных настроек. А, оказывается, Николай кое-что утаил. Есть некая история, связанная вот с подобными вещами. Что значит утаил? Бороду в мешке не утаишь? Да, борода, это, наверное, самое главное не только волейболистов, да. Но и хоккеисты не бреются в плей-офф, и волейболисты то же самое. А вы не бреетесь, ждете открытия нового либольного центра? Да, 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 да. Ну, вам немного осталось, в общем-то, уже пора. Я надеюсь, я надеюсь, это все уйдет, потому что жена уже говорит, ну, давай-ка, лето, лето, не зима же. Я думаю, что она с подругами соберется, съездит и сама там достроит все. За что? Ну, борода, это единственная история, связанная с этим или что-то еще? Нет, нет. Допустим, у меня я не фотографируюсь перед каждой игрой. Вот так. Был опыт негативный. И вы связывались именно с фотографией, да? Каждый раз, я никогда не отказываюсь в фотографии, никогда не отказываюсь в интервью, но всегда это делаю после. Я говорю, вы меня дождетесь, я всегда рад. То есть, есть такие моменты. Некоторые, у каждого спортсмена свои моменты, свои традиции, и они есть. В спорте они есть и будут. Уже идут, кстати, вопросы. А есть что-нибудь из этих вот суеверий, связанных с предметом, которым вы играете, с мячом? С крыглом, как это называется? С крыглом, да. Кстати, да, ребята, многие, когда выходят на подачу, определенным образом его поворачивают, целуют, несколько раз бьют о пол или рукой проводят. У меня всегда был вопрос, что ты его крутишь? Он же круглый, он с любой стороны. Это определенный ритуал у каждого спортсмена. И вот если понаблюдать за разными командами волейбольной суперлиги, все ребята в разных командах делают это по-разному. А для чего игроков? Это настройка энергетического рояда. Там же с ним же надо взаимодействовать на уровне... Это ментальная история. И это просто психологическая уверенность в том, что ты сейчас подашь. Погладил мячик. Леша, у нас вопросы от слушателей, угомонись уже. Хочу задать вопрос, спрашивают. Вот что нового будет для фанатов? Может, интересное шоу, хочется больше взаимодействия? Мы тоже очень ждем этого взаимодействия. На самом деле, да, мы готовы к тому, чтобы развивать наше фан-движение. Мы очень хотим этим заниматься. Другой вопрос, что как мы будем это делать в зависимости от сложившейся ситуации. В период пандемии, да. В период пандемии. Мы так хотим их увидеть, услышать все, что они думают. И в какой-то степени поделиться нашими эмоциями, которые остались еще с весны, когда мы стали чемпионами. Новое желание сейчас звучит как у людей? Лишь бы не было волны, да. И вот было бы хорошо. Доброе утро, ради 54. Доброе утро, волейбол. А мне интересно, почему название клуба именно «Локомотив» и как связан с этим «Лосяш». Вот так. А вот, кстати, про «Локомотив», это, возвращаясь тоже к единению, да, помните, мы разговаривали. Вы анонсировали наш эфир как новая философия. Собственно, в этом наша и философия. Мы хотим добиться вот этого единства во всем железнодорожном сообществе. Я имею в виду профессиональные клубы. Это и хоккейный там клуб из-за Ярославля, баскетбольный клуб из Краснодара, футбольные клубы, их несколько. Даже рыбийные есть клубы, все локомотивы. Это здорово на самом деле. И мы недаром так часто в наших соцсетях пишем такое слово, как «Локосемья». У нас сегодня «Локосемья» — эфир с «Локосемьей». Да, это наша главная, собственно, философия о том, что мы хотим дружить всем сообществом, мы хотим дружить с нашими болельщиками, в первую очередь, конечно, именно с ними. И что приятно, что у всех железнодорожных клубов, назовем их так, у всех чемпионские амбиции. Ну, это важно. А вот и лось спрашивают, почему он? Лось, ну, вот так исторически сложилось. Тут вообще все понятно, ты что, ты посмотри на игроков, там два варианта могут быть, либо жираф, либо лось. Ну, географически нам ближе лось. Ну, знаешь, поражает меня вот это настроение, конечно, в команде. Ты его чувствуешь сейчас, вот, да, вот два представителя от «Локомотива», это они еще все не пришли. Ты представляешь, вот чувствуешь, какая атмосфера в студии? К сожалению, вот на радио не все можно передать, это как с запахами и ароматами, но «Локомотив» есть «Локомотив». К сожалению, наше эфирное время заканчивается. А самым важным, о чем еще Николай и Анастасия не успели сказать, а может быть обратимся к болельщикам? Несколько приятных слов в их адрес. Ну, на самом деле, болельщики – это самое главное сейчас для нас, для спортсменов, и болельщики всегда несут. Когда ты чувствуешь рядом, скажем так, плечо болельщика, это в зале очень сильно чувствуется. Конечно, конечно. И играешь намного увереннее, и в своем зале это делать очень приятно. А сейчас это будет пятитысячный стадион. Мы приглашаем всех болельщиков поддержать нас, но, к сожалению, мы не сможем сейчас сказать, будет ли это возможность провести именно все пять тысяч, но мы надеемся, что это будет здорово. И повторюсь, что делается для болельщиков, для развития. Сейчас я повторюсь, что лазерное шоу будет, будет свет, будет очень круто. И мы для фандвижения будем организовывать всевозможные мероприятия и встречи с болельщиками, с игроками. И попробуем даже ездить. Поеду не только я в регион где-нибудь, в школу, но, возможно, выдерну у кого-нибудь из игроков. У «Локомотива» все по-новому. Кстати, возвращаясь к вашим новым логотипам, да, и разработанному фирменному стилю, есть же какой-то очень хороший человек, которому вы за это хотели бы сказать спасибо, да? Да, нашим брендбуком занимался графический дизайнер Юрий Орлов из Санкт-Петербурга. Он работал с континентальной хоккейной лигой, он работал над созданием вот этого визуала для многих матчей звезд. И в том числе вот известная предыдущая, предыдущий леттеринг, написано такое название «Локомотив». Это тоже его рук дело. Собственно, вот сейчас мы его привлекли для создания полноценного брендбука. Я хочу еще от себя болельщикам добавить. Обязательно ищите нас в соцсетях «Локоволи НСК». Мы есть во всех соцсетях. Присоединяйтесь к нашей локосемье. Мы будем вас очень рады видеть и общаться с вами.